Я хотел вам немножечко рассказать по опыту обращения к нам предпринимателей. Если, например, речь идет о программах, которые коллеги сегодня анонсировали, не финансовые, обучение, какие-то микрозаймы, с ним, естественно, требования попроще. Я, наверное, больше буду говорить о налоговых льготах, о серьезных льготных займах под 0% годовых, под 5%, 1, 2, 3, 4, 5, вот такие вот, которые на льготной основе присуждаются. Буду говорить о грантах на инновации, на неокр, то есть о так называемой халяве, наверное, как называют в народе, условно-бесплатное и условно-безвозвратное. То есть деньгами напрямую отдавать не надо, но, естественно, есть правила игры, есть отчетность и есть обязательства, которые предприниматель несет. Давайте посмотрим, например, на идеальный портрет с точки зрения многих государственных организаций, многих фондов, каким должен быть заявитель на какую-то программу поддержки или на конкурс. Они же все, как правило, присуждаются на какой-то конкурсной основе, то есть и заявочной кампании, то есть объявляем прием заявок, можете участвовать. Потом происходит отбор, то есть есть некая система конкурсного отбора, есть критерии, есть бальные системы, есть положение, все это утверждено и так далее. Если вы посмотрите, ну, по большому счету, это идеальный портрет не только, наверное, заявитель на господдержку, но это идеальный портрет заемщика какого-нибудь банка. Банк ведь и государство хочет, чтобы как вот это все в одном, чтобы предприниматель на балансе к нему обращался одно юрлицо или один ИП, и все это было у него вот так вот, и как идеальное, да, все в одном. Как происходит в реалии, особенно очень приятно, что в последнее время в государственной организации фонды стали приходить люди из бизнеса, которые понимают, что, ну, вот чтобы вот сделать вот такую картинку, предприниматель изначально должен себя замотивировать на сценарий, что он когда-то к господдержке будет обращаться. Так ведь? А изначально мы же не ставим, наверное, перед собой таких задач, как предприниматели. У нас задача сколотить команду, получить первый контракт, начать что-то продавать, дальше больше, потом у нас начинаются болячки, проблемы роста, мы начинаем деньги, например, откуда-то привлекать. Не всегда это деньги дешевые. Иногда, чтобы перехватить, очень быстро закрыть какое-то плечо, да, продаж, надо, соответственно, допустим, взять какой-то, ну, не знаю, дорогой овердрафт или что-то в этом роде. Появились деньги на какой-то компанию, она удачно совершила сделку, и мы эти деньги куда бы направим? А, у нас были какие-то срочные. То есть, вот, происходят вот такие вот операционные, как бы, перескоки, да. Например, скажем, вот, собрались, как производственники, я так понял, есть, да, компания? У вас производство, у вас производство. Инновациями никто не занимается, новые продукты, услуги разрабатываете, да, информационные технологии, технологические инновации, да, лак, красочные материалы, да. Сельского хозяйства, наверное, нет сегодня. Сельское хозяйство, наверное, до Казани не доехало. Ладно. Вот. Возьмем, например, как появляется, скажем, ну вот, например, чаще это бывает, замечая у фермеров, у селян. Собрался на грант, услышал, что есть грант начинающий фермер или семейная животноводческая ферма, давай-ка я подамся. Возникает первый вопрос. Где вы собираетесь вести свой бизнес? Чья земля? Земля, оказывается, ну, естественно, кума, брата, свата, отца, матери, жены и все такое прочее. Выясняется иногда, что эта земля еще не оформленная. То есть это пай, доставшийся от какого-то колхоза, записанное на физическое лицо, да. И это физическое лицо, на самом деле, значит, что оно еще и прав-то не имеет. Потому что пай – это всего лишь одна скольки-то доля в общем земельном массиве. Это не выдел, это даже он не может показать, где его земельный участок находится. Он просто знает, что на бывшем большом колхозном поле у него там эта самая доля. Или бывает так, например, встретились два партнера будущих, решили организовать бизнес. У тебя что, у меня вот денежка есть, да, у меня земля есть. Давай сколотим, начали действовать. Для того, чтобы начать деятельность, собственно говоря, юридическая форма не всегда прорабатывается. Мы не всегда вот как бы с начала до конца продумываем, как это будет именно юридически. На чем балансе будут копиться затраты. Особенно, когда речь идет, что встречаются два физических лица. Они не всегда, например, создают юрлицо, а если создают, то не всегда вносят то, чем располагают в уставный капитал. Я вот из большинства, например, сделок, да, где бы, например, люди, обладающие земельным участком, внесли его, оценили в уставный капитал, вы знаете, наверное, 1-2-5% таких сделок. Ну, не бывает. Почему? Потому что это с точки зрения предпринимателя возня и затраты. Надо что сделать? Земельный участок надо оценить, и только тогда он в уставный капитал, собственно говоря, войдет. А что происходит? Давай на ООО, в самом лучшем случае, оформим договор аренды, то есть правом заниматься этим видом деятельности, да? Ладно, если такое еще есть. А чаще бывает так, вон мое поле, сей, паши, и давай на нем организуем, да? Или, например, когда инновационная компания, у ее руля, например, стоит изобретатель сам, да, у которого есть инновационная идея, ноу-хау, и он хочет на этом начать делать деньги. Он понял, что есть где-то какая-то недовлетворенная потребность, низкое качество, плохие сроки и так далее, и так далее. Решил исправить эту ситуацию, да? Организовывает, ладно, в лучшем случае, например, становится он каким-нибудь ИПшником, оформил результаты своей интеллектуальной деятельности, ладно, если оформил. А иногда это просто ноу-хау как бы в голове, да? Они формализованы, нигде не описаны, патента нет, авторского свидетельства нет, но зато есть технология, на основании которой производится этот продукт, да? Хорошо, продукт начали продавать. Возник потом вопрос. Например, собралась эта компания в конкурс, говорит, я хочу доработать, ну, возьмем пример уж, раз вы упомянули, лакокрасочный продукт, создать ЛКМ номер 2, который будет с более высокими характеристиками. Хорошо, а что собой представляет ЛКМ 1.0, да? Это была идея, это был опробованный продукт. А сохранили ли у вас результаты испытаний? Может быть, где-то есть. Кому-то я когда-то за что-то платил, чтобы они мне подтвердили, что вот этот вот химсостав или там, не знаю, ну, пусть водоэмульсионный, вододисперсный, любая, да, соответствует нужному критериям качества, и можно его продавать. Где это заключение? Ну, где это может быть? Ладно, если сохранили там чеки какие-то и увидели, что проведены испытания, да? Или, например, как вы собираетесь ставить на баланс этого юридического лица вот это вот как бы ноу-хау, не окор? Ведь цивилизованный способ вот этого всего – это надо пойти в ФИПС, Федеральный институт патентной собственности, и подать туда заявку приоритетную, да? О том, что я сейчас собираюсь разработать, точнее, я разработал идею, и хочу из этого сделать патент. Это надо потратить определенное количество денег. Честно говоря, у нас где-то с 2013 года только у нас начались государственные финансы на субсидирование патентной деятельности, сертификаты, да? У нас был центр, вот коллеги сейчас занимаются экспортными, да, вопросами, а был у нас, допустим, там центр кластерного развития такой, который финансировал часть затрат предпринимателя на сертификат и на патент. И на самом деле это, ну, что такое 2013 год? Это всего несколько лет назад начался процесс. До этого, собственно говоря, предприниматели тратили эти деньги свои, эти затраты несли, да, на эти вопросы. И не все это, на самом деле, делали, потому что это дорого и долго. Там приоритетная заявка, там, какая-нибудь, допустим, 4 месяца, да, патент на полезную модель, ну, допустим, месяцев 5, на опытный образец, ну, допустим, 6, а уже на изобретение это вообще год, иногда полтора или что-то в этом роде, да? Не оформлено, соответственно. Берем, например, скажем, собрались строить здание или имеем здание, да? На ком она у нас числится? На другом каком-то физическом лице, который по упрощенке, как владелец здания, нам сдает его в аренду, и чтобы не платить 13% налога на доходы физических лиц, он платит только 6 с оборота и нашему юрлицу сдает. Это я все как бы о чем? У нас настолько вот разбросаны вот эти все наши активы, да? И вот эту вот первую картинку, ее, честно говоря, в бизнесе иногда даже очень сложно собрать, потому что исторически так все разнесено, да, и переплетено, что собрать картинку трудно. Например, ну, ладно, последнее время, например, видим у предпринимателей, что, скажем, станочный парк, какие-то средства производства, станки, оборудование вместе с персоналом, слава богу, находятся на одной организации. Почему? Потому что нам всем некоторое время назад начала грозить такая вещь, как соуд, да, специальная оценка условий труда. И ее без средств производства, и персонала без рабочих мест не сделать. И поэтому обращайтесь, как правило, за этой спецоценкой соуд одно юридическое лицо, да. Теперь возьмем, например, на ком у нас числятся все контракты, репутация нас как плательщиков, как добросовестных партнеров, как добросовестных участников в торгах, как добросовестных заемщиков, на каком-то юридическом лице, другом, которое называется ООО «Торговый дом». Почему так произошло? Да очень просто. Начинали мы с вами с торгово-закупочной деятельности. Мы брали, например, какие-то лакокрасочные материалы, перепродавали их и добавляли, например, свой компонент. То есть одно у нас для нас было товарной позиции, мы товарами торговали, да. И потом подумали, слушайте, а мы же освоили, в принципе, весь этот рынок. У нас есть понимание, у кого мы закупим сырьевой компонент, да, сырье-материалы. У нас есть полное плечо по сбыту, наши партнеры, с которыми мы давно работаем. Мы решили заменить одну позицию лакокрасочной продукции. Мы теперь не Текурилу продаем, да, а сделали ЛКМ номер два, например, какой-то свой, да. Извините, что я все ваш пример привожу, да. Вот. И, соответственно, что у нас? У нас с вами контракты на сбыт на торговом доме. И нас все наши покупатели знают, как этот торговый дом. Понятно, они знают, что работают с ними Сережа, Вася и Коля, да. И в бизнесе это очень важно, что не на ведическую основу обращают внимание, да, а на лицо, с кем работают. Ты, говорит, где сейчас? Я в такой-то компании. Вот, я говорю, там имею какие-то обязательства перед той компанией. Слушай, мне не важно, мы работали всегда с тобой, и вот тебе мы доверяем. А каким юрлицом ты работал вчера и с каким юрлицом работаешь сегодня? В России это не так важно. Мы не Запад, у нас нет такого, как бы, вот этого накопления потенциала, да. Вот, соответственно, возникает вопрос, что все доходные, например, там контракты, договорные базы, да и прибыль очень часто у нас на каком-то торговом доме, а производство не единицы, гол как сокол, только оборудование, например, и люди. И потом, последнее время, ну как последнее, достаточно долгое время в России накопилось такое понятие, как что-то у нас является центром прибыли, что-то у нас является центром затрат, что-то у нас является с вами как копилкой такой надежной, сохранной, да, имущество мы на физических лиц оформляем, а контракты на юрлицо. Мало ли что случится, да. И вот эту вот мозаику мы с вами получаем, да. Ну и понятно, что какой-то там подвижной состав в силу, опять же, налоговых последствий. Для нас было большим удивлением тогда в торговой компании «Дельвейс», наша казанская большая сеть, ну, республиканская назовем ее тогда, в зале самообслуживания, один зал самообслуживания, это ИП одно, или там ООО «Дельвейс-1», ООО «Дельвейс-2», ООО «Дельвейс-3», потому что что? Упрощенка, сперва вмененка и так далее, и так далее. Если уж крупные компании и холдинги начали дробиться для налоговой оптимизации, что говорить про компании помельче, да. Мы все вот как-то вот так вот раздроблены. Кто-то сидит на патенте, кто-то на НВД торговле, кто-то с НДС работает, потому что поставщики и покупатели накладывают такие ограничения, и так далее. И вот у нас такая вот как бы разномастная вот эта картинка. Там, не знаю, ладно, если земельный участок вместе со зданием, с оборудованием на одном юрлице, бывает так, что земля отдельная, а здания с станками отдельные. Или еще тут всякие разные варианты бывают, да. Ладно, если часть персонала, инженеры и неокорсотрудники, так называемые, ну, в общем месте. А иногда бывает так, что науку, так называемую, инженеров, да, ученых и новаторов выделяют вообще в отдельное юрлицо и называют это, ну, скажем, конструкторским бюро, ООО, какое-нибудь там КБ или ООО, там, подразделение неокор. Почему? Потому что у них 72-й АКВЭД, исследования, изобретательства, да. Они у нас участвуют в фондах Бортника или там участвуют, не знаю, в Сколково. А это у нас вот как бы производство и что-то другое, да. Соответственно, обращаться к государству с такой вот мозаикой проблематично. И я к чему это все веду? Если вы допускаете в своей деятельности обращаться за какими-то серьезными деньгами, льготами, субсидиями, грантами, целевым бюджетом, финансированным государством, постарайтесь изначально увидеть, что идеальный портрет вас, как заемщика, да, или там получателя господдержки, это именно вот как бы все в одном. То есть не надо вот на разные вот эти вот сундучки рассказать. Правда, первыми столкнулись эти проблемы кто? Банки. Они как увидели, как у нас вот этот вот разношерстный все, но они научились уже с этим работать. Они теперь рассматривают нас как консолидированную группу бизнеса, как группу компаний, да. Государственной структурой не все научились. Первым научилась, как вы думаете, кто рассматривать? Налоговая, консолидированная группа налогоплательщиков. Взаимозависимости, 40-ая статья налогового кодекса, продажи друг друга и так далее, и так далее. А вот государственные фонды, министерства, ведомства, они, честно говоря, наверное, перестроятся не скоро. Рассматриваю это все. Идеальный портрет – это единый заявитель, у которого есть и залоговые, и договорные базы, и все такое прочее. Вот это вот имейте в виду, когда формируете как бы такие лоскуты. Еще более оболезненным – как это все оформлено документами. Мало того, что на ком оно на балансе числится, как и по какой стоимости оно появилось там, да. Берем строительство. Как мы чаще всего строили здания? Ну как, были средства, мы закупали материалы на каком-то оптовом рынке, подрядчика не нанимали, потому что подрядчик – это архидорого. Мы нанимали какого-нибудь, ну пусть Васю Пупкина, ИПшника, да, который был у нас бригадиром, прорабом, и он нам все это строил. А он перенанимал, там, я не знаю, гарстарбайтеров или там из других регионов, да. Все это как-то построили. Был ли у нас проект? Ну, наверное, какой-то был, может быть, типовой. Ладно, если здание. Проводили ли мы экспертизу? Да нет, конечно. Экспертиза – это же 10% удорожания стоимости к стройке, да. На что оно нам надо? А вот когда вы соберетесь брать деньги у государства на строительство, вам придется не только разработать проект по всем канонам и СНИПам, да, по всем ГОСТам, но еще и придется пройти государственную экспертизу, не какую-нибудь там вневедомственную, да, недорогую, а именно государственную, да, региональную или федеральную. Ну, федеральная – это вообще как бы тяжелый случай, да. Но я работая с разными регионами, слышу, что иногда федеральная экспертиза гораздо комфортнее, чем некоторые региональные в некоторых регионах, да. Бывает просто ужас какой-то, да. Теперь, значит, чаще всего государство, когда дает средства, оно любит подрядный способ выполнения строительно-монтажных работ, а не хозяйственный. И вы знаете, причина здесь скорее в сложности контроля. Что такое подрядный способ? Это один договор, одна смета и несколько КС-ок и платежек к нему. Что такое хозяйственный способ? Сметы на списание материалов внутри, разнарядки на привлечение рабочих, аутсорсеры, какие-то, я не знаю, наемные-перенаемные люди, материалы, купленные на стороне, материалы, зачтенные у другого поставщика. Это огромный вал работы для того, чтобы чиновнику или госслужащим в этом разобраться, надо провести полный аудиторию этой сделки. А кому оно надо? Поэтому говорят, что стройку, пожалуйста, за государственные деньги проводите подрядным способом. Мы хотим получить от вас КС-ку, смету, акт, выполненных работ, страпку, сметная стоимость и платежки. И на этом как бы. Когда объясняют одно слово, говорят о том, что подрядные договора более надежны с точки зрения контроля. Там нет злоупотреблений. На самом деле это все полная ерунда. Мы с вами видим, кто работал, наверное, по 44 ФЗ, по 223. Подрядный договор никак не страхует нас от коррупционной составляющей, от завышения, занижения. Никак абсолютно. Он просто более легко контролируем с точки зрения минимума бумаг. Иногда хозяйственный способ, точнее, я, честно говоря, даже больше уверен, хозяйственный способ, он, во-первых, дешевле, потому что предприниматель сам считает деньги. Во-вторых, он более управляем, что ли. Своими сотрудниками, как ни крути, всегда попроще управлять, чем подрядчик. Это вообще какой-то черный ящик. Ты взаимодействуешь с одним или двумя лицами там и надеешься, что в положенный срок тебе сдадут работы. Без нарушений ты не найдешь каких-то скрытых повреждений и смета не будет, не разбухнет, не все такое прочее. Так, ну и, соответственно, когда имеешь дело с государственными организациями, надо готовиться к таким понятиям, как оценка. Банкиры, например, когда речь идет о получении денег под что-то, они заставляют оценить предмет залога. Либо, когда банкиры, например, говорят, у вас должно быть своих средств не менее 20-30% от стоимости проекта. И разрешают за честь...